Продолжаем эфир самого крымского в мире радио Крымреали. У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали! Тема дня Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий гостиницы в России и аннексированном Крыму в обязательном порядке получить звезды качества. Что это? Борьба за качество туристических услуг или дополнительная бюрократизация? Как будет проходить процесс классификации гостиниц в Крыму и что случится с теми заведениями, которые так и не получат обязательные звезды? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания Без звезд никуда. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц. Ранее объекты туристической сферы, в частности отели, классифицировались в добровольном порядке. Теперь же гостиницам без соответствующей категории запретят принимать постояльцев. С 1 июля 2019 это правило начнет действовать в отношении гостиниц, насчитывающих более 50 номеров. С 1 января 2020 новый закон коснется гостиниц, вмещающих более 15 номеров. А с 1 января 2021 года система заработает в отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Глава комитета по туризму российского парламента Крыма Алексей Черняк заявил, за прошлый год на территории полуострова побывали туристы из 70 стран. И каждый раз иностранцы испытывают трудности при выборе места, где остановиться. Он считает, с введением нового закона эта проблема исчезнет. Это международные стандарты и требования. Это надо для всех. Это надо, в первую очередь, и для самих ательеров, это надо и для самих туристов. Каждый хорошо знает, чем отличаются 3 звезды от 5 звезд. Цена, она приравнивается к качеству услуг, которые там предоставляются. Если вы приезжаете в отель 3 звезды, независимо от того, в Египте он, в Дубаях где-нибудь там или в Париже, вам нечего надеяться на то, что у вас будут халаты, фен, посуда, мини-бар и так далее и тому подобное. Организации, которые будут отвечать за классификацию гостиниц, должны получить соответствующую аккредитацию. Она действует на протяжении трех лет. Формированием перечня таких организаций займется уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Те гостиницы, которые решатся на присвоение звезд без прохождения экспертной оценки, будут оштрафованы. Возвращаемся в студию радио Крым Реали. С нами на связи Сергей Ромашкин, генеральный директор российской компании туроператора «Дельфин». Сергей Анатольевич, здравствуйте. Да, доброе утро. Итак, перефразируя одного известного политического лидера, звезды, о которых так долго говорили, наконец-то стали падать на гостиницы. Вот новый закон, который фактически там вступил в силу. Я так полагаю, что он уже на сегодняшний день опубликован. Вот это действительно борьба за... Ну, начнем с самого общего вопроса. Это действительно борьба за качество предоставляемых туристических гостиничных услуг? Или это просто такая вот общегосударственная тенденция к бюрократизации, к упорядочиванию, к созданию дополнительной отчетности? Что это? Ну, я думаю, здесь оба фактора присутствуют, которые вы назвали. Да, здесь и стремление как-то упорядочить деятельность гостиниц разного размера, разной звездности, да, с разным составом услуг. И создать какое-то удобство для туристов, потому что сейчас вот, ну, мы практики, да, которые продаем отели в разных городах, разных стран, да, мы все равно вынуждены как-то туристам объяснять, ну, примерно, какому уровню эта гостиница, у которой нет звезд, да, примерно, какому уровню она соответствует. Это VIP-уровень или это, там, крепкая четверка условная, да, либо это какой-то бюджетный туристический уровень. Все равно туристы нуждаются в каких-то, ну, таких маркерах, ориентирах по качеству услуг этой гостиницы. Вот, поэтому все равно это должно быть, пусть это будет формализовано на основании какого-то единого документа, да. Но и в то же время, конечно, стремление чиновников как-то подрегулировать эту сферу мы тоже замечаем. И вот теперь более конкретно в законе говорится о том, что будет некий такой федеральный уполномоченный центр, который будет отвечать за те организации, которые будут проводить классификацию. То есть надо так полагать, что на сегодняшний день никто, во-первых, не регулирует, а во-вторых, никто не классифицирует гостиницы. Или я не прав, и классификация каким-то образом осуществляется? Ну, конечно, да, она осуществляется, и в каждом регионе, в каждой области есть уполномоченные уже, но обычно это такие либо некоммерческие организации, либо это коммерческие организации экспертного типа, да, которые получили аккредитацию на осуществление вот этих сертификаций, классификаций гостиниц. В Крыму, насколько я понимаю, их около пяти. Вот их услуги не очень дорогие. Я думаю, что отели без звезд или одна-две звезды могут пройти эту процедуру за 20-30 тысяч рублей, если отель подороже и номеров побольше, там подороже. Но, во всяком случае, их достаточное количество, ну, по крайней мере, на сегодня их было достаточное количество, потому что активность отелей была не очень высокая. Понятно, что когда, то есть на сегодня, вот по нашей оценке, ну, не более 150 отелей в Крыму имеют эти звезды, а предстоит получить в течение вот трех лет, да, в 2019 году должны получить звезды до июля 2019 года отели свыше 50 номеров, до середины до июля 2020 года от 15 до, соответственно, там, 50 и все остальные после 2021 года. Соответственно, нагрузка вот на эти центры сертификации должна вырасти многократно. Поэтому, наверное, их должно быть больше и их услуги должны быть доступнее, по идее. Традиционной бедой всего постсоветского пространства, за редким исключением, является халатность и коррупция. Вот нельзя ли предположить с вашей экспертной точки зрения, что многие гостиницы будут стремиться с помощью коррупционных схем получить условленные звезды, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, будут платить этим компаниям, осуществляющим классификацию, за то, чтобы получить лишнюю звездочку без особых проблем? Возможно ли такая ситуация? Во-первых, и если да, то как с ней бороться? Ну, я не думаю, что это серьезная проблема, потому что, на самом деле, требования не очень высокие. И большинство, ну, гостиниц, которые, скажем, входят в эту систему, да, они, ну, будем говорить прямо, одна, две, три звезды. Там требования не очень высокие. Я просто не вижу необходимости практически кому-то, грубо говоря, доплачивать за то, чтобы мне дали там одну звезду или, вы знаете, есть еще категория без звезд, и некоторые гостиницы крымские получили категорию без звезд, да, ну, там вообще, в принципе, ничего делать, так образно говоря, не нужно было. Вот, а что касается больших отелей, ну, там, четверок и пятерок, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы получить, ну, какую-то объективную оценку, потому что это высокий, как бы, уровень, и они хотят соответствовать ему. Ну, я не думаю, что эта проблема может стать массовой или как-то повлиять на эту ситуацию. И последний к вам вопрос, не возникнет ли у некоторых небольших гостиниц желание уйти в теневую сферу, то есть не то, чтобы там доплачивать, не доплачивать, а вообще не сертифицироваться, не классифицироваться, но продолжать работу в качестве там объектов гостинично-туристического бизнеса, будет ли это массовое явление или в этом тоже нет необходимости? Ну, я думаю, что вот в традициях, что ли, русского человека или особенность ведения бизнеса, что мы все здесь бросаемся исполнять какие-то решения, регулирующие в последний момент. Я думаю, что, ну, практически ситуация будет развиваться так. Год никто, значит, будет все двигаться очень медленно и ожидая какого-то толчка извне, когда наступит срок, а первый срок, я сказал, 1 июля 2019 года, там, за месяц все бросятся заниматься этой работой, кто-то не успеет, кто-то успеет, кто-то получит штрафы. Вы знаете, там введены изменения в административный кодекс, которые позволяют штрафовать отели, если у них нет такого документа. Вот. Ну, я думаю, все будет как всегда, то есть, такие ситуации уже были, и Краснодарский край проходил их, там, несколько лет назад. Я думаю, постепенно все устаканится, но, конечно, будут опоздавшие, и, конечно, будут работающие какое-то время в таком неправовом поле, но получат штрафы, одумаются. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Ромашкин, генеральный директор Российской компании туроператора «Дельфин». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 0 44 490 29 05, если вы на полу... на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». У нас только что сорвался слушатель, но мы надеемся, что он еще вернется к нам в эфир. Что касается мнения главы комитета так называемого Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, то он полагает, что обязательно классификация гостиниц по принципу звездности облегчит жизнь путешествующим по Крыму иностранцам и россиянам. Прямая цитата. К нам все равно едут иностранцы. В прошлом году представители 70 стран побывали на территории Республики. Кто-то с отдыхом, кто-то с лечением. Для них вообще загадка, как выбрать у нас объекты размещения. Это международные стандарты и требования. Это в первую очередь надо и для самих отельеров. Мы все прекрасно понимаем, чем отличаются три звезды от пяти. Поэтому, когда мы едем за границу, выбираем отели по своему карману и количеству звезд, потому что цена приравнивается к качеству услуг, которые там предоставляются. Конец цитаты. С нами на связи Владимир Царук, директор Центру розвитку туризму. Владимир, здравствуйте. Мы наберем Владимира буквально через несколько секунд. Продолжу цитату из Алексея Черняка. Ничто не мешает администрации трехзвездочного отеля повесить в номер халаты, поставить в уголочек одноразовые тапочки, воду и прохладительные напитки, а в ванной комнате оставить косметический набор. Это радио Крымреали. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Возвращаемся в студию радио Крымреали. С нами на связи Владимир Царукц, директор Центру розвитку туризму. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Российская Федерация и удерживаемые ею территории должны будут в обязательном порядке приступить к сертификации, к классификации своих гостиниц, к обязательному озвездированию, что ли, если можно так сказать. И вот в связи с этим вопрос, а что до этого это было совершенно необязательно, как вообще в мире регулируется вот это вот наличие, кто определяет, по каким принципам должны быть пять звезд или три звезды, кто присваивает их в глобальном масштабе. Это во всех странах мира обязательно или во всех странах мира добровольно? И сколько на самом деле на сегодняшний день максимальный показатель у звезд, у гостиниц, включая там даже самые дорогие? Ну, в каждой стране по-разному. В каждой стране существует свой принцип присуждения звезд или сертификации гостиниц. Ну, в мире принято считать от одной звезды и до пяти, хотя мы знаем, что многие гостиницы в Арабских Эмиратах, например, себя позиционируют как семизвездочные, роскошные и так далее. Вот. Если говорить о сертификации, то понятно, что она нужна, и ни один отель ни в одной стране мира не может вести себя в строй и принимать гостей без того, чтобы определенные органы не выдали сертификаты на эксплуатацию гостиниц. Это что касается сертификатов. Если говорим о звездности, то звездность – это больше категория публичная для того, чтобы туристы понимали, какого уровня сервис, какого уровня инфраструктура их ожидает. Поэтому принцип присуждения звездности по-разному. Скажем, в Турции звездность присуждает специальная ассоциация ательеров, которая создана в Турции, и сертификацию разработало Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Во многих европейских странах звезды присуждают профильные ассоциации гостиниц. То есть они ушли от чиновников, которые, скажем, присылают чиновникам определенные вещи по гостинице, и чиновники присуждают дальше уже звездность. То есть в каждой стране по-разному. И сегодня, ну скажем, если посмотреть многие системы бронирования, то все гостиницы, даже те, которые не имеют официальной звездности, то есть они себя все равно рекламируют от одной до пяти звезд, потому что так туристу легче ориентироваться, какой он отель попадет. А как в Украине обстоят дела со звездностью в правовом и в практическом применении? В Украине это тоже сложный процесс. Долгое время гостиницы, ну, то есть оставались без официальных звезд. Потом была обязаловка, что нужно пройти обязательную сертификацию. Понятно, каждый проводит сертификацию гостиниц. А потом и было постановление, которым гостиницы должны были получить звездность. Но оно было написано так, что не все гостиницы обязаны, должны были, ну, то есть никаких санкций, если, например, гостиница не прошла, эту сертификацию на звездность, то ее никто не мог притягнуть до ответственности, скажем так. Поэтому те гостиницы, которые считали, что они могут получить официальные там 4-5 звезд, и это им надо для их рономе публичности, они проходили. Сейчас это опять все пересматривается и введена система, по которой гостиницы также будут, но добровольно проходить сертификацию на получение звездности. То есть это больше публичный элемент, который для каждой гостиницы будет важен в ее рекламе, в ее промоции. Кто на сегодня в Украине отвечает за присвоение звезд? И есть ли хоть какая-нибудь статистика по числу отелей и гостиниц, которые уже получили эти звезды в нашей стране? Ну, смотрите, до последнего времени не надо было официально получать эти звезды и специально проходить сертификацию на звездность. Поэтому это остается добровольным. Сейчас это все тоже в стадии пересмотра. И отвечает бывшее агентство по стандартизации услуг. И понятно, что сейчас стоит вопрос, каким образом вообще присуждать эти звезды. Скорее всего, что Украина должна пойти по европейскому опыту. То есть присуждать гостиницы должны комиссии независимые, куда входят как чиновники, так и люди, которые занимаются этим профильным бизнесом, то есть ательеры, тогда это будет честно, тогда это будет прозрачно и будет понятно, кому за что присуждают звезды. Но есть один момент в этой всей истории, да, то есть те гостиницы, которые даже не прошли официально там звездности и так дальше, они все равно присутствуют в букинге и триподвайзере и пишут свои звезды. И им не надо никакой сертификат на звездность или присуждение ассоциации, их звездность, скажем так, присуждает потребитель. То есть люди, которые приезжают, например, в этот отель, селятся, потом пишут отзывы об этих отелях и на основании отзывов соответствующая есть оценка от нуля до десяти. И многие отели, ну, во многих европейских странах и в Украине тоже, для них более важна оценка потребителя, и они выставляют эту оценку на рецепшн, чем звезды на фасаде. Мы понимаем, как звезды на фасаде могут нарисоваться, и это не только об Украине идет речь, речь идет и о других странах. То есть та же Турция или любая европейская страна, вот. Нарисовать можно все, что угодно, и человеческий фактор здесь всегда будет присутствовать. А вот независимая оценка посетителей, потребителей, это совсем другая история. Мы как бы живем в век интернета, технологий, поэтому эта технология, она более адекватная. Алексей Черняк, которого я только что цитировал, полагает, что звездность позволит ориентироваться туристам, цитирую, независимо от того, в Египте он, в Дубае или в Париже. Конец цитаты. Вот, по вашему мнению, действительно ли там, скажем, три звезды в Париже и три звезды в Ялте, ну, хорошо, три звезды в Алушке и три звезды в Париже будут соответствовать? Или это все-таки звездность позволяет, ну, какое-то такое пространство для маневра оставляет? И где-то могут быть три звезды получше, а где-то три звезды похуже. Ну, я повторюсь, три звезды во Франции, в Париже или в Вене и три звезды, скажем, в Алушке или в Судаке, это две большие разницы. И тут не зависит от того, кто присуждал эти звезды там и так дальше, просто сама система работы, сертификации и все остальное, они разные. Поэтому я бы не ориентировался на три звезды, как в Париже, как и в Алушке или в Севастополе. Я бы ориентировался на ту оценку, которая есть этому средству размещения, отелю, который поставили туристы в TripAdvisor или на Booking.com. Вот это более реальная ситуация, и ей можно доверять. Более того, когда вы селитесь в отель, я бы советовал еще читать отзывы об этом отеле, там, поверьте, очень много разных нюансов. Расстояние до моря, как убирают постель, как система водоснабжения, насколько персонал вежливый и так дальше. Все это описано, написано, и их надо просто читать и понимать, куда ты едешь. Читайте и узнайте. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Царук, директор Центра розвитку туризма. А мы сейчас свяжемся с Александром Бурдоновым, председателем общественной организации «Курортный Крым» и создателем сайта «Курортексперт.ком». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в России и в Крыму вступил в силу закон об обязательной звездности. Наши эксперты ранее говорили, что, в общем-то, в мире это не совсем обязательно и не всегда работает, но, тем не менее, вот теперь и крымские отельеры должны будут получить эти звезды, хотят они или не хотят. В связи с этим у меня будет к вам несколько вопросов. Вопрос первый. Сколько на сегодняшний день, по вашим оценкам, если вы знаете, отели и гостиниц в Крыму уже получили звезды, сколько еще предстоит получить и успеет ли Крым пройти эту процедуру за предписанные три года или, опять полагаясь на русский авось, будут тянуть до последнего? Ну, во-первых, на сегодня, по данным реестром Минкультуры, там идет реестр всех отеля, имеющих звезды по всей России, там больше 10 тысяч. Из них из Крыма на сегодня 107, насколько я помню. Ну, где-то так. Ну, может, что, 8-109 раз. Второе, там не за три года, там все веселее. Там к 1 июню 2019-го объекты более 50 номеров должны иметь, и дальше нельзя работать штрафные санкции. К 1 января 2020-го, значит, от 15-ти до 50-ти, ну, и к 1 января 2021-го меньше 15 номеров. То есть все намного быстрее. Значит, что касается Успеем Лиды, успеем не проблема. Успеем, успеем, не проблема, потому что, ну, во-первых, как бы опыт есть уже. Я понимаю, что если по всей России там 60 тысяч объектов, а на данный момент только 120 организаций аккредитованы для выдачи звезд, то как бы там получается порядка 600 объектов на каждую, значит, организацию по аккредитации. И если даже, пусть даже 21-го, 1 января 2021-го, что у нас получается? Значит, сейчас у нас январь 2018-й, 2019-й, 2020-й. 21-го, ну, да, 3 года. Да, 3 года, значит, ну, и что, 36 месяцев на 600 делим 30 объектов в месяц. Что-то многовато будет. Но дело в том, что эта кухня вся, она на самом деле автоматизируется. Достаточно эффективно с точки зрения, поскольку данные идут по характеристикам объективным, оценка качества, то достаточно автоматизировать процесс выполнения данных. По характеристике, в принципе, это можно сделать. Это проделано на нашем портале курортэксперт.ком для нашей системы, которая распределена в звездности, которая зарегистрирована в Росстандарте на сегодня, и согласно ГОСТу по 7185 российскому является общественной параллельной и дополняющей. То же самое было при Украине. Украине тоже швели в 2013 году обязательную классификацию. Тогда еще министром был курорт Олиев, который, так сказать, это дело поправка к закону провернули. И тогда же была статья 28 закона о туризме, о том, что общественные организации могут делать свои стандарты, качества. Вот мы тогда это сделали, свою систему, реформа ее совершенства. Значит, как бы вопрос есть, сложности как бы есть. Там больше проблем с тем, что для того, чтобы не то, чтобы пройти, а для того, чтобы подготовиться, чтобы пройти. Потому что требуется материальные затрады на доводку до уровня критериев. Но поскольку там есть классификация, там 5, 4, 3, 2, 1, и без звезд, то вот без звезд, я думаю, легко пройдут все. То есть вы полагаете, что... Александр, вы полагаете, что не будут уклоняться гостиницы и отели, не будут уходить в тень даже мини-гостиницы в частных домах? Все пройдут? Или все-таки кто-то останется без звезд специально? А, смотрите, ну, во-первых, тех, кого это касается, нет мысли уходить, проще получить без звезд и спокойно себя чувствовать. Никто же не обязывает тебя получить 3. И ты на 3, условно говоря, номера у тебя на 3. Получаешь без звезд, я на эту категорию, там слегка и хватаю всех оценок, как критериев и баллов. Не напрягаюсь абсолютно. Ну, хотите, насти получите, что называется. Да и чемпионат мира вы провели 12 городов, кто показал 2-3 отелей, объекты размещения, всех средств размещения, а 2-3 шли в зону без звезд. Ну, да, вот вам свидетельство, вот вам, пожалуйста, вы хотели. Ну, там слишком то, что там идет мониторинг предоставления паспорта безопасности, паспорт экологический, договора там на вывоз мусора, и прочие такие вот документы надзорных органов, которые проходят саудит, наличия есть, нет. В этом как бы плюс категории без звезд. С другой стороны, они могут получить и нацию параллельно, ничего не мешает. Это там наши свидетельства общественные признаются европейскими турфирмами, букингами, даже GDS-ами, а моделы, фолстпан, галерео. Потому что у нас построено, мы так же работали и делали ее согласно с украинским законодательством, европейским. Спасибо, Александр. Прошу прощения, мы выходим из эфира.